Участники проекта телекомпании «Актиз» «Семейная гвардия» продолжают свой путь к победе. Минувшую субботу гвардейцы завершили второй этап состязаний. Последняя битва в игре «Лазертаг» состоялась на свежем воздухе, а команды объединились и сражались плечом к плечу. Подробности у Артура Чарчиди. Второй игровой день. На этот раз под открытым небом. В парке имени Десятилетия Ангарска. Гвардейцы собираются у входных ворот и готовятся принять боевую задачу. Если сравнивать с первой игрой, то в этот раз миссия на порядок сложнее. По сценарию у нас будет контрольная точка и захватка и удержание флагов. Флаги у нас будут находиться от аптечек в сторону противника на расстоянии 30 шагов. Задача захватить флаг противника. Раздача банданы вооружения окончена. Хростовский и Бондарчук стали командой «Зелёных». Штейнберг и Хидербековы играют за «Красных». Перед тем, как ринуться в бой, все собираются на совместное фото, выставляя перед собой знамя проекта. Так, растянули. Растянули. Стороны игрового конфликта отправляются к своим базам. У них есть буквально пара минут, чтобы обсудить стратегию и собраться с мыслями. И вот звучит свисток, а значит, пришло время остановить противника. Семья Хидербековых выходит в центр и успешно отвлекает внимание. Семья Штейнберг пользуется возможностью обойти противника сбоку. Они продвигаются на вражеские позиции, чтобы захватить флаг. Тем временем семейство хростовских даёт мощный отпор. В центре поля стрельба не утихает. Игроки один за другим отправляются к точке возрождения. Гвардейцы семьи Бондарчук пытаются обойти соперника с фланга. Справиться с натиском зелёных становится всё труднее. Отец семейства хростовских уносит флаг красных на свою базу. Начинается битва за контрольную точку. Команды перехватывают инициативу буквально каждые 10 секунд. Но звучит финальный свисток, и победа достаётся зелёным. В лидеры по индивидуальной статистике вырывается семья хростовских. Нужно почаще так встречаться, думаю, и разными семьями проводить бои, чтобы всё так же было здорово, весело, ну и все были под супер впечатлениями. Давно такого не было, побольше бы на такие мероприятия выезжать. То есть и для семьи хорошо, и здоровый образ жизни. Бегаешь, прыгаешь, веселишься. Отличное мероприятие. Активное состязание заставило команды попотеть. Однако позитива осталось гораздо больше, чем усталости. Так же, как и у партнёра проекта «Семейная гвардия» военно-тактического клуба «Диверсант». Вообще такие мероприятия не должны транслироваться и тиражироваться. Ну не только у нас в Ангарске, но и в области. Впечатления у меня вообще хорошие, потому что дети, дети довольны, родители довольны. Вообще прекрасно. Это чётко, вообще классно. Всех призываю участвовать, потому что в таких мероприятиях не сидеть дома, не проводить праздное время, потому что жизнь одна. Присоединяйтесь к проекту. Это очень круто, поверьте. Второй этап проекта завершён, а третий уже не за горами. Какие испытания для участников «Семейной гвардии» приготовила телекомпания «Актис», расскажем в ближайших выпусках. Артур Чарсиди, Александр Черник, Местное время.